Это новости в студии. Гульнара Жендагулова. Здравствуйте. Касымжимар Тукаев поздравил президента Кыргызстана Садыра Жапарова с 20-летием договора о союзнических отношениях между двумя странами. Глава государства подчеркнул, что документ, подписанный в 2003 году, ознаменовал начало нового этапа в развитии казахско-кыргызских отношений и заложил прочную основу для эффективного продвижения межгосударственных связей двух стран. Касымжимар Тукаев выразил уверенность в том, что совместными усилиями будут реализованы огромный потенциал двустороннего взаимодействия на благо народов Казахстана и Кыргызстана. Больше триллиона тенге потратили в этом году на развитие сельского хозяйства в Казахстане. О принятых мерах отчитались в правительстве. Увеличился приток инвестиций в отрасль. Запущено свыше 200 проектов почти на 165 миллиардов тенге. По данным главы профильного ведомства, в этом году собрано порядка 16,5 миллионов тонн зерновых. У аграриев планируют выкупить 350 тысяч тонн пшеницы. На эти цели выделили больше 30 миллиардов тенге. Текущий год стал особенно сложным для фермеров и для отрасля пока в целом. За 11 месяцев текущего года объем валовой продукции сельскохозяйства снизился на 84% и составил 8,2 триллиона тенге. Снижение производства повлияло уменьшение производства продукции растеневодства. Это связано с неблагополучными погодными условиями, которые сказались на состоянии посевов, снижение урожайности сельскохозяйственной культуры. Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Грузия объединяются с целью увеличения емкости страхового рынка. Представители четырех стран подписали в Ташкенте соответствующий меморандум. Он позволит увеличить перестраховочную емкость до 45 миллионов долларов. В следующем году показатель может достигнуть 100 миллионов. В целом в странах растет спрос на дешевое качественное страхование. По этой причине компании решили объединить свои усилия и внедрить единообразную ценовую политику. Отныне все казахстанские компании смогут выходить на рынки соседствующих стран с качественным страхованием. Потенциальный интерес к этому объединение уже проявили Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Турция. Страхование будет касаться практически всех видов. Это, конечно же, недвижимость, авиация, строительно-монтажная работа, энергетика. Мы объединяем наше перестрахование, на что мы тратим деньги. И мы готовы в прямом риске идти в 5 миллионов, путем объединения в 40 миллионов и будем наращивать до 100 миллионов. И к другим темам. Экс-директора пограничной службы Казахстана Дархана Дельманова приговорили к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, бывшего чиновника лишат воинского звания и госнаград. Громкое дело рассматривалось в военном суде Алматинского гарнизона. Дельманова и других фигурантов обвиняли в злоупотреблении властью, повлекшем тяжкие последствия. А также в получении взятки в крупном размере. В суде экс-глава погранслужбы признал вину и рассказал с содеянным. Напомню, Дархан Дельманов работал заместителем председателя КНБ и директором погранслужбы Казахстана с 2015 года. Год назад его освободили от должности. Позже стало известно об аресте чиновника. 150 килограммов наркотиков изъята во второй декаде декабря в Казахстане. В регионах страны полицейские провели ряд крупных операций. Так, в Жамбулской области в сарае жителя Шу стражи порядка обнаружили полипропиленовые мешки с марихуаной и гашишем, общим весом более 100 килограмм. Сбыть их он планировал в Алматы. А в столице задержан мужчина с мефедроном. В МВД напомнили об уголовной ответственности за незаконное изготовление, приобретение, хранение и перевозку наркотиков. За это предусмотрено от 5 до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Служебные собаки помогают раскрывать преступления в Кустанайской области благодаря им с начала года до логического завершения довели больше 450 дел. Отменный нюх позволяет искать пропавших людей, взрывчатые вещества и помогать криминалистам в экспертизах. Наталья Строкова расскажет о том, как собаки выявляют подозреваемых, а также те или иные следы запаха. Вера Особолева – штучный криминалист. Работает в водорологической лаборатории. Здесь находятся более 3000 запахов с мест и орудий преступления. Мы создаем условия для хранения. Это температура, влажность, свет. Было три года хранился запах. Затем преступление раскрыли. Изъяли образец индивидуального запаха подозреваемого. И собака в дальнейшем идентифицировала запах подозреваемого с запахом, изъятым с места происшествия. Со всей области, где изымаются запаховые следы, сюда предоставляют. В этом году было проведено 53 выборок. Из них 51 выборок способствовало идентификации личности преступника. Распознают и отождествляют запахи с помощью служебных собак. Во время адрологической экспертизы выставляют разные образцы. На одинаковые четвероногие реагируют. Из, скажем, 10 штативов запах с места происшествия, скажем, изъятый с ножа, орудия преступления. И запах изъятый с подозреваемого. Собаке на старте дается для зонюхивания запаховый след, изъятый с донора. И собаку уже далее идентифицируют запахи. А остальные все запахи – это схожие, но уже не имеющие отношения к преступлениям. Всего полицейским помогают 55 служебно-розыскных собак. У каждой ежедневные тренировки и закрепленный кинолог. Каждый приходит утром, уход за собакой, свои кормления, чёстка, убирается в вольерах, потом занимается в течение дня. Самое главное собак – это взаимопонимание. Чтобы нюх был, это постоянная работа. С начала года у служебных собак было почти 6 тысяч выездов. С их помощью раскрыто больше 450 преступлений. Наталья Строкова, Ермик Мухмедьяров, Кустанай, 24КЗ. Новости в эфире. Мы продолжаем. О состоянии пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом сообщили в Управлении общественного здравоохранения Алматы. Одну из пациенток перевели из реанимации в отделение политравмы. У неё множественные переломы. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое. Водитель автобуса женщина, 36 лет, находится в отделении нейрохирургии. У неё ушиб головного мозга лёгкой степени. Состояние стабильное. Ещё одному пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозгомую травму. Ранее стало известно, что пассажира, напавшего на водителя автобуса, арестовали. Уголовное дело расследуют по двум статьям. ДТП, напомню, произошло в минувшую пятницу в Алматы. Неуправляемый автобус въехал в толпу людей. Погибли три человека. Это прямой эфир, и мы продолжаем. В Австралии продолжаются спасательные работы из-за наводнений. Регион Квинсленд оказался под водой после циклона Джаспер. Сообщается о 150 спасательных операциях. Местных жителей эвакуируют из домов на лодках. Так, продолжаются поиски пропавшего 85-летнего мужчины. В правительстве заявляют о большом экономическом ущербе из-за урагана второй категории. Начинаются работы по ремонту и восстановлению дорог штата после паводков. Власти Израиля отдали приказ об эвакуации гражданских лиц из центральной части сектора газа. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. В листовках, сброшенных с воздуха, армия обороны Израиля призвала оказавшихся в этом районе людей перебраться в убежище южнее Хан-Юниса. Но приюты на юге Анклава уже давно переполнены. Отмечу по данным ООН, 7 октября почти 85% всего населения сектора газа вынужденно покинули свои дома из-за боевых действий. Всего, по последним данным, в секторе газа погибли порядка 20 человек. В Сербии протестующие пытались штурмом войти в здание мэрии Белграда. Они забросали камнями здание и потребовали отмены результатов выборов. Полиция разогнала митингующих с помощью перцовых баллончиков. Напомню, 17 декабря в Сербии прошли как местные, так и парламентские выборы. Оппозиция обвиняет президента Александра Вучича и его правящую партию в подтасовке результатов. Сразу после объявления итогов голосования в стране начались протесты. Это новости. И мы продолжаем проблему трехсменных и аварийных школ, а также дефицита ученических мест. Власти Актюбинской области планируют полностью решить в течение двух лет. Для этого в регионе построят 44 учебных заведения. Почти половину из них возведут по национальному проекту «Комфортная школа». Эту школу в одном из новых жилых массивов построили шесть лет назад. В учебных заведений в две смены обучаются почти 1600 учеников. Это на 400 больше, чем предусмотрено проектом. Из-за нехватки мест несколько классов разместили в кабинетах, предназначенных для лабораторных работ по физике, химии и биологии. Мы надеемся, что проблема нехватки мест будет решена. В жилом массиве Баурла Стар-3 начали строить школу. Когда ее возведут ученики, которые проживают там, но посещают наше учебное заведение, смогут перейти в новую школу. Учебное заведение в соседнем жилом массиве возводят в рамках национального проекта «Комфортная школа». Сдать объект планируют к началу следующего учебного года. Приступили в октябре месяце. Сейчас задействовано 20 каменщиков. Ход строительства идет. Блок-монтаж заканчиваем. С нуля выходим, с подвала заканчиваем. Собираемся уже заливать армопояс, выходить на кладку. Задействованы 10 техник единиц. Башенный кран, погрузчик, самосвалы. В регионе не хватает 18 тысяч ученических мест. В четырех школах занятия проходят в три смены. Еще пять учебных заведений находятся в аварийном состоянии. Для решения проблемы в области уже начали строительство 38 школ. До 2025 года вопрос действующих трехсменных школ и аварийных школ будет решен. Потому что помимо строительства в рамках национального проекта, за счет областного бюджета также ведется строительство 22 новых проектов на 5 270 ученических мест. И это новое строительство будет решать вопросы проблемных объектов. То есть аварийных и трехсменных школ. Всего в ближайшие два года в регионе построят 44 школы. Наталья Салькова, Айнадин Молдобеков, Актубе, 24КИЗ. От мастера по маникюру до дизайнера. В Шимкенте школьники смогут осваивать азы рабочих профессий. Речь идет о тех детях, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Сейчас живут в центре поддержки. Получить профессию они смогут там же. Екатерина Попкова подробнее. Они волнуются, словно перед экзаменами. Дети готовятся к открытию современной профориентационной мастерской. Для них это событие долгожданное. А потому все старались выглядеть достойно. Хотя эмоции переполняли. Сначала отодвигаем кутикулой. Потом подпилим пилкой. Осторожно, аккуратно. Щипчики, пилочки, разной зернистости, мягкий баф. Ребятам сразу устроили модную перезагрузку. На необычном уроке Диана Савченко старается запомнить мельчайшие детали маникюра. Хочет научиться делать женщину и девушек красивее. Мне давно хотелось попробовать, испытать это на себе, тоже как-то учиться. И так как у сестры не было времени меня обучать, а у меня не было возможности ходить на курсы, поэтому я очень рада даже, что нам такую возможность предоставили обучаться такому делу. Нам это в будущем все равно пригодится, даже если у нас будет профессия, работа. Десятки оттенков краски, оксиды, растворителей, невероятное количество баночек. А свой учкольникам предложили также парикмахерское мастерство. А вот в стилисты-парикмахеры в основном записались мальчики. Мне было любопытно посмотреть на парикмахера, как он работает. Я думаю, что когда вырасту, это мне пригодится, потому что каждый мужчина должен работать, обеспечивать семью. А еще я смогу сам стричь волосы брату и сестре. В центре сейчас живут 70 детей, которые пока остались без родительской любви и опеки. Среди них те, кто уже заканчивает учебу и кто только начинает школьный путь. Государство выделяет для таких ребят гранты на обучение в университетах. Однако еще одна рабочая профессия, которую можно получить, не выходя из центра, лишней не будет, уверены преподаватели. Кабинет был специально оборудован. Два раза в неделю будут дети там заниматься. Учителями выступили лучшие мастера города. Они как волонтеры помогают. Мы хотим приучить детей к труду и чтобы здесь они получили свою первую профессию. Впечатлений и ярких эмоций было много. Кто-то исполнил давнюю мечту и впервые в жизни смог сделать прическу другу. А счастливых улыбок и невероятных эмоций в зале стало еще светлее и теплее. Учебный кабинет детям подарила семья неравнодушных. Когда-то они жили по соседству с центром и всегда мечтали наполнить радостью сердца этих ребят. В ближайшее время тут откроется учебный класс, где школьников научат шить. Катерина Попкова, Нурмахамбек Муратов, Шимкен, 24КЗ. Это новости и мы продолжаем. Лучшие по итогам дельфийских игр в Кыргызстане признали повладарскую школьницу. 13-летняя Ламина Щегибаева победила в номинации «Жестовое пение». Ламина – особенный ребенок, страдает нарушением слуха. Но сила воли и стремление к победе позволили раскрыться таланту юной артистки. Поначалу Ламина Щегибаева увлекалась хореографией. Со временем девочка втянулась в пение. Несколько лет школьница оттачивала вокальное мастерство. И вот результат кропотливого труда. Первое место на международном конкурсе «Дельфийские игры» на Великом Шелковом пути. Конечно, я рада, что они приехали в Казахстан в первое место. Хорошим новостям в Кыргызстане. Спасибо школе, директора. Мы очень школой гордимся. Получив путевку на международный турнир, Ламина настроилась только на победу. Вернувшись из Кыргызстана, вдохновленная школьница начала усиленно готовиться, чтобы защитить честь Казахстана в следующих «Дельфийских играх» в Узбекистане. Мне очень понравилось выступать. Очень было счастливо. Первое место. И мне очень спасибо, что за родителей меня поддерживают. Она не единственная гордость специализированной школы-интерната для слабослышащих детей. Здесь развивают творческие способности воспитанников и добиваются весьма неплохих результатов. Клоунада, жестовое пение, хореография, в числе их увлечений и занятия швейным и парикмахерским делом дают детям начальные профессиональные навыки. Дети занимаются у нас в спортивном направлении. Это волейбол, доскотеть, партовский малак, бестас, казахские национальные игры. Участвуют в всевозможных областных и республиканских соревнованиях. Тоже занимают места. Воспитанники школы-интерната не раз покоряли пьедесталы международных конкурсов. Больших успехов они достигли в спорте. Многие обрели здесь профессию и смогли найти свое место во взрослой жизни. Ирбулабишев, Давлет Кушхарбаев, Марат Игликов, из Павлодара, 24КЗ. Эффективный рецепт, как удержать талантливую молодежь на родине, предлагают в одном из крупных вузов Казахстана. В университете создали специальную платформу, где можно узнать о достижениях его студентов и их качествах. Сегодня 7 тысяч его выпускников за рубежом работают лишь около 400. В то время как свыше 4,5 тысяч сумели найти свое призвание на родине. Мухит Кулмагамбетов работает ведущим специалистом в сфере медицины в Гонконге в лаборатории по квантовой офтальмологии. В Международном центре по исследованию ГЛАЗа вместе с ним трудятся представители США, Канады, Индии и Великобритании. Всех молодых ученых объединяет одно – желание совершенствоваться и стать лучшими в своей специализации. Наши исследования фокусируются на построении медицинского оборудования, которое поможет заранее диагностировать неизлечимые болезни сетчатки. Этот прибор, который мы сейчас строим, использует квантизированные фотоны. Эти квантизированные фотоны – это то, что к нам пришло, мигрировало именно со стороны квантовой физики. Еще одна наша соотечественница – Рената Жумабаева, ведущий IT-специалист. Живет и работает в Барселоне. Уроженка Павлодара сегодня руководит британским проектом «Киберфарм». Я просто задумалась о том, чего я хочу в жизни. Я поступила на магистратуру в бизнес-школу, на MBA в Барселону и уехала учиться. И после окончания обучения я проходила практику в консалтинговой компании, где и по сей день, собственно, и работаю. Рената считает, что сегодня в Казахстане, несмотря на все плюсы, есть некоторые вещи, которые стоит доработать. А именно в части HR-политики – сохранение и взращивание талантов. По статистике, 70% казахстанцев, выезжающих в трудовую миграцию, это люди трудоспособного возраста, в том числе специалисты с высшим образованием. Технические специалисты, экономисты, медработники и юристы. Во-первых, что такое утечка мозгов? Это отъезд профессионалов в поисках лучших условий работы. Это происходит во всех странах мира, особенно в развивающих странах. И Казахстан не является исключением. Что касается программы «Болошак», однозначно, это не инструмент утечки мозгов из Казахстана. Почему? Потому что вся нормативная база предусмотрена для того, чтобы эти выпускники нашей программы возвращались обратно в Казахстан. Эффективный рецепт, как удержать талантливую молодежь на родине, предлагают и в Назарбаев университете. Директор Центра карьеры и профориентации Гайния Сембекова утверждает, что вуз на постоянной основе взаимодействует с работодателями, от которых зависит многое, в том числе и будущее выпускника. У нас есть курсы карьерного развития, у нас есть симуляционные интервью, это сессии, есть различного рода другие сессии, воркшопы, мастер-классы, на которые приходят именно работодатели. И именно с их уст мы получаем информацию, что сейчас требуется на рынке труда, какие сейчас тренды, к чему надо готовиться нашим студентам, какие необходимы дополнительные знания им всем приобретать. Для потенциальных работодателей в стенах вуза создана специальная платформа, где можно узнать о достижениях выпускников и их качествах. Сегодня из более 7 тысяч выпускников университета за рубежом работают лишь около 400, в то время как свыше 4,5 тысяч сумели найти свои призывания на родине. У нас есть кейсы, когда ребята уезжали, работали в Сингапуре, в Америке, в Европе, работали, возвращались в Казахстан, когда не видели возможности, когда не видели возможности для развития своего бизнеса, стартапы. Либо ученые вернулись к нам, ребята сейчас работают непосредственно, например, в лабораториях, и у них есть возможность заниматься наукой. Понимаете, не столько это всегда деньгами меряется, а сколько карьерными возможностями. Например, отличительная черта выпускников Назарбаев университета, они не спрашивают, какая у меня будет зарплата, а какие у меня карьерные возможности, какие вызовы вы можете передо мной ставить и в каких я проектах смогу участвовать. Пока же многие казахстанцы намерены и дальше развиваться за границей, но в перспективе все же планируют вернуться домой и здесь создавать высокотехнологичную продукцию. Если честно, я очень давно планирую и мечтаю вернуться в Казахстан. Надо найти эту хорошую возможность, чтобы я смог непрерывно заниматься всем, что я занимаюсь, и здесь уже дальше продолжать эту деятельность. Очень много наших молодых ребят пишут, говорят, что они хотят, заинтересованы, а если в будущем получится, то работают совместно. Я с удовольствием готов делиться не только со своим знанием, но и приглашать своих коллег, некоторые из них, лауреаты Нобелевской премии. Сейчас, чтобы остановить утечку мозгов, необходимо создавать условия в стране. Это касается доступности и качества образования, достойной оплаты труда и, самое главное, умения чиновников и представителей научно-образовательной среды, работодателей и выпускников договариваться. Раван Колыбаев, Расамбек Успанов, телеканал 24КЗ. Уникальный экспонат «Кинжал Джамбия», принадлежавший Кожемухану Мунайдпасову, передан фонд Национального музея. Клинок именитому спортсмену был подарен правителям Стамбула в 1912 году. Его впечатлила победа казахского полуана в поединке с турецким борцом, считавшимся несокрушимым. Известно, что кинжал был изготовлен еменскими мастерами неподалеку от Мекки. Последние годы хранился в частной коллекции. Это кинжал 19 века. Это национальный кинжал. Аравы до сих пор продолжают делать их и носить на своем поясе комплекты национальной одежды. Поэтому то, что его орнаментация, декор, клинок, все соответствуют 19 веку. Каждое оружие в определенное время имели свои формы, свои характеристики. К сожалению, ножен этого кинжала не сохранилось. Только сам кинжал на клинке. Вот датпись, посвященная Кожемухану Мунайдпасову. Тысячи людей, одетых в костюмы Санта-Клауса, приняли участие в традиционном благотворительном забеге в центре Мадрида. Мероприятие проводится не только ради развлечения, но и для благотворительности. Выручка от продажи входных билетов и нарядов поступит в фонд Красного Креста. В марафоне на 5 километров также участвовали дети. Они бежали в костюмах зеленых эльфов. Организаторы заявили, что забег Санта-Клауса в Мадриде является крупнейшим в своем роде и в мире. Рождество дарит нам дух участия, солидарности и единства. И, по моему мнению, это еще одна мини-цель для участия в марафоне. Красноярские автомобилисты выстроили крупнейшую в России елку из автомобилей. Для этого задействовали 800 машин. Таким образом, красноярцы побили свой же рекорд прошлого года. Тогда елка состояла из 700 транспортных средств. Новый рекорд официально зафиксировал представитель Книги рекордов России. Флэшмоб состоялся в аэропарке Кузнецова. Примерно с двух часов дня на площадку начали приезжать участники. К вечеру фигура елки уже была готова. Гололед, туман и порывистый ветер прогнозируют синоптики в Казахстане. Неустойчивый характер погоды, по данным Казгидромет, связан с прохождением атмосферных фронтальных разделов. В 17 регионах республики объявлено штормовое предупреждение. На юге и юго-востоке страны ожидается дождь. В Кустанайской и в области Абай возможно метель. А в Ускаменогорске и Ридере сохраняются неблагоприятные метеоусловия. Жители столицы метеорологи предупреждают о гололедице на дорогах. И на этом у меня все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова